Итак, дорогие мои, мы должны с вами выполнить задание, которое называется «Диаграмма 2009.1». Давайте посмотрим, что это за диаграмма. Обратите внимание, что данное задание представляет собой книжку Excel, которая состоит из 19 листов. На каждом листе есть отдельное задание. Сейчас мы видим, что 17 – это последнее. Перейдем на начало книжки. Давайте откроем первое задание. Что мы должны здесь с вами сделать? Прежде всего, вы должны разнести свои расходы по дням недели и по статьям расходов. Конечно, данные у вас будут другие, не такие смешные, как здесь. Но, тем не менее, для того, чтобы вы видели, как это можно сделать, вот такой рисунок вам представлю. После того, как вы заполните все ваши графы, вы должны будете провести подсуммирование. По строкам или по статьям расходов и по столбцам или по дням недели. Ну и, естественно, у нас формируется общий итог. Это можно сделать разными способами. Вы уже знакомы с формулами. Вы можете просуммировать, допустим, значения отдельных ячеек. Вы можете сделать это и по-другому. И, наверное, мы сделаем и гораздо проще. Перейдем на главную. Обратим внимание на команду, которая позволит нам подсуммировку. Давайте нажмем. Мы видим, здесь есть сумма, среднее число, максимум, минимум и другие функции. Значит, нас будет интересовать в данном случае, для данного задания, только суммирование. Суммирование по строкам и по столбцам. Я думаю, как это сделать, вы легко и просто разберетесь. Ну, если нам необходима другую функцию, мы можем перейти на другую функцию. И тогда у нас возникает мастер функций. Ну и с этим мы тоже знакомы. Сейчас нас это мало интересует. Это просто сделано для примера. Поэтому вы должны подсуммировку еще раз. Главная сумма. Ну вот, собственно говоря, вырождено, поскольку данных у меня нет. Вот он сейчас предлагает просуммировать неизвестно что. Ну все, наверное, для первого задания это все. Неизвестно, вообще хочу закончить. Возвращение к экрану. Возвращение к Bernie Stevenson. Возвращение керобнокру. С shinyest керобнокру. Пifiesцо. С tablet Kennю.